Привет! Сегодня в ролике я расскажу тебе про новую модель беспроводных наушников QCY T12S. Ну как новую? На самом деле перед нами все та же 12 модель, только с небольшими доработками. Похоже, что на заводы QCY и Halo закупили новый синий пластик и теперь оба производителя активно его используют в своих новинках. В целом, как я уже успел отметить, налицо у нас только косметические изменения. В кейсе по-прежнему отсутствует крышка, но сам по себе он снаружи теперь матовый. Внутри установлен аккумуляторный блок на 380 мАч. Габаритные размеры все те же и составляют 44 мм в длину, 25 в ширину и почти 45 в высоту. Вес с наушниками внутри получился 33 грамма без 24. На передней стороне имеется единственный статусный светодиод состояния, а в нижний торец встроен разъем для зарядки. Примечательно, что и на этот раз в комплект не положили зарядный кабель, так что заряжай чем хочешь. Главное, чтобы на одном из концов был интерфейс Type-C. Ничего визуально нового не появилось и в самих наушниках, они просто стали синего цвета. Ножки и звуководы того же размера, что и в обычных 12-х, как и их вес, в районе 4 грамм на каждый наушник. Металлические сетки на звуководах также никуда не делись, только стали теперь черного цвета. Датчиков автопаузы на борту как не было, так и нет, что очень печально, ведь по факту сама по себе модель подорожала. Но примечательно здесь даже другое. В модели S по части соединения случился небольшой даунгрейд. Теперь за связь здесь отвечает Bluetooth-модуль версии 5.0 против 5.1 в Т12. Как по мне это максимально странное решение. Чуть дальше ты поймешь о чем я. Единственное новшество это фирменное приложение. Вкусивай его обновили и перерисовали интерфейс. Но по большому счету это не заслуга Т12С, а лишь обычное совпадение. Новая программа, уже примерно месяц выглядит именно так. Да и к слову сказать, никаких весомых дополнений или же полезных изменений приложение QCY в себе не несет. Здесь по прежнему можно переназначить жесты управления, покрутить эквалайзер, включить поиск устройства и обновить прошивку. И вот если не ковыряться с регионом, то на данный момент все пункты меню отображаются на китайском. Надеюсь явление это временное и в скором времени хотя бы английский сюда завезут. Для настройки функций мультимедиа как обычно доступно два жеста, двойной и тройной тапы. Плюс один постоянный по удержанию пальца на сенсорной области заточен на перемотку треков. На свободные же действия можно повесить плей паузу, управление громкостью, вызов ассистента и активацию игрового режима. Что касается последнего, то он здесь работает немного лучше чем в 12-х. Ну по крайней мере в своем тесте я получил следующие результаты. PUBG Mobile позволил поиграть с задержкой в 160-180 миллисекунд, тогда как Call of Duty показал результат немного больше, в 180-240 миллисекунд. Все будет зависеть от применяемого тобой оружия. Стоит ли говорить, что с ютубом полет отличный, звук от видео не отстает от слова совсем. А вот звучат наушники хоть и громко, но иначе чем 12-е. Если предыдущая пара очевидно имела более басовую направленность звучания, то в модели S она более нейтральная и ровная, без явных прогибов по средним частотам. При всем при этом должный объем наушники выдают и звучат в целом хорошо. Для своего бюджета я бы сказал, что вполне годно. Также как и в обычных двенашках, здесь установлено по одному 13-мм динамическому излучателю, а за передачу звука отвечает два аудиокодека на выбор, это SBC и AAC. В моем тесте автономности на стопроцентной громкости на одном заряде наушники отыграли всего лишь 3 часа и 54 минуты, что прилично так не дотягивает до T12 с их 6-ю часами. Возможно здесь как раз и обеспечивает разницу тот самый Bluetooth версии 5.1 в 12-й модели. А вот что касается встроенных микрофонов, то работы над ошибками не случилось. Не поменялось вообще ничего. По крайней мере могу судить лишь по своим тестам, результаты которых я и предлагаю тебе сейчас послушать. Проверяем работу микрофонов в обновленных наушниках KUSI White T12 S. Вот таким образом они работают в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна, и мы начинаем закрывать ветер двусторонно, все проявления машины, и собственно так можно покушать, как отрабатываются модалы в этой наушнике. Как-то так все работает, следующий тест как обычно с печкой. Ну что же, второй тест, тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум, она потихоньку набирает обороты, и уже буквально через пять-шесть секунд в салоне будет стоять очень сильный шум, отовсюду выдувает горячий воздух. И можно примерно понять, как отрабатывает микрофон, который использован. Если, допустим, зимой в машине будешь ехать и захочешь с ним поговорить по вот этим вот наушникам, вот так вот тебя примерно будет слышать собеседник. В общем, вот как-то так все работает, все оставляю на твой суд. Пиши в комментариях понравилась тебе работа в обновленных наушниках Pussy White T12s. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках Pussy White T12s в обычных уличных условиях. Сзади меня периодически приезжают машины, довольно-таки близко. Ну вот можно ощутить, как отрабатывают шамодалы при таком сценарии использования. Ветра сегодня, к сожалению, нет. Так что вот только шум от машины можно сейчас было слышать. В общем, как-то так. Признаюсь честно, я ожидал большего. По крайней мере, я надеялся на результат, как в обновлении модели T8. Но, увы, по этой части, как ты сам уже услышал, изменений вообще никаких. По стабильности связи с моим Poco X3 NFC наушники работают прекрасно и без сбоев. Очень быстро подключаются к смартфону и, как в большинстве современных моделей, каждым наушником можно пользоваться по отдельности, оставив второй на зарядке. Но вот само приложение, несмотря на то, что его вроде как переделали, все равно периодически подтупливает. Как по мне, лучше его поставить, настроить под себя жесты и открывать лишь при острой необходимости. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что лично для меня вообще не понятен выпуск этих наушников на рынок в качестве отдельной модели. Как таковой работой над ошибками, это назвать нельзя. Даже с микрофонами здесь ничего не стали делать. Что же до всего остального, то как я и говорил в самом начале, перед нами ничто иное, как QC White A12 с легкими косметическими преображениями в синих тонах. Ну и на данный момент про эти наушники мне больше сказать нечего. Если остались вопросы, то пиши их в комментариях, либо заходи в мою группу Телеграма. А я благодарю тебя за просмотр, отдельно скажу спасибо за лайк и комментарий и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.